вот в чате ютуба д джаз матч интересуется почему на западе либеральные демократии и рыночные экономики и они процветают ну д джаз матч во первых ну возможно ну как сказать ну до поры до времени да а во вторых ну вы уверены что они прям вот процветают и прямо вот везде нет я считаю что это не совсем искренний подход мы должны признать что уровень жизни на западе уровень бюджетного финансирования там обеспеченность всем необходим конечно сильно отличается от того что происходит в россии или в иных странах третьего мира мы должны понимать что эта система она не случайно это не потому что где-то есть хороший капитализм а где-то есть капитализм плохой где есть просто талантливая честная власть а где-то есть просто жилье и только лишь в этом дело это для системы либеральной капиталистической просто счастье если люди будут именно таким образом отвечать на этот вопрос мы должны понимать что в результате конкуренции вот эта капиталистическая мировая система в рамках целых десятилетий а правильно сказать даже веков пришла к определенному выводу есть страны и их бизнес элиты которые выросли в транснациональные корпорации компания пепсика которая захватила национальные границы своей страны получая огромные ресурсы вкладывала снова и снова вкладывал в том чтобы купить этого конкурента задавить этого конкурента судом или динамитом полностью подмять под себя этот рынка они стали монополии ну естественно нельзя же прийти к такому выводу что будет вот только одна газировка ведь есть люди которые еще имеют другие вкусы и там какие-то антипатии поэтому они создали типа иллюзию ты приходишь там есть фанта или спрайт или какие-то там сэвенапы а собственник у них один несмотря на то что есть типа выбор да даже в ценовым в ценовой какой-то политик или там вопросах там каких-то какого-то состава там безопасности и экологии на самом деле собственник один но с того момента как они скупили или вытеснули своих конкурентов они вкладывали вкладывали и денег прибыли еще больше приходит еще больше заработок капитал и самовозрастающая стоимость это не деньги на счете или там которые ты потратил на себя какая-то часть конечно прибыли пойдет на улучшение качества жизни до для бенефициров этой деятельности но остальная прибыль она не может лежать она должна работать на деньги должны работать и это собственно залог это природа того что эта прибыль будет вложена вновь а куда если ты полностью подмял под себя весь сегмент и они стали скупать чипсы все эти приндлс или уэйс или какие-то там значит это как они там другие называются все в результате принадлежит одной компании и прибыли стал еще больше и они стали скупать жвачки они стали скупать соки они разрабатывали целые технологии по типу тетра пака и вся эта тема вильбельдана это все принадлежит одной корпорации и мы можем посмотреть на такие же корпорации в других сегментов бытовой химии или может производство каких-то там я не надо не бытовых товаров топлива может быть или автомобилей рынок развивался именно также и получилось в результате этой конкуренции монополия монополия есть главный продукт этой конкурентной борьбы на первом этапе рыночной экономики о чем писал адам смит да это круто да это красиво и я как коммунист считаю что это просто великолепный процесс для действительно люди там начни могут задрать цены потому что есть какая-то конкуренция и напротив они цены вынуждены снижать а еще параллельно с этим каждый хочет удивить своего на клиента покупателя чем-то новеньким идет развитие научно-технического прогресса благодаря этому наука шагает вперед где-то там производительность труда растет как это красиво звучит и в результате этой конкуренции выигрывает потребитель потому что он в конечном итоге пойдет к тому кто успешен к тому кто честен к тому кто как-то смотрит в будущее улавливает настроение будущую будущую моду в том числе и это классно но в результате этой конкурентной борьбы остались единицы которые владеют 90 процентами рынков мировых и эти единицы базируются в отдельных странах тех странах откуда они стартовали да сотни лет назад стартовали они могут откупиться от своего пролетариата от своего рабочего класса от малого и среднего бизнеса они могут создать для них комфортные условия в налоговых там других каких-то сферах потому что они купоны стригут со всего мира их заводы супер высокой производительность труда самыми современными станками оборудованием может работать только при одном условии если промышленность других стран лежит в руинах если россия не производит свои самолеты если африка не производит свои памперсы если латинская америка не имеет возможности производить свои лекарства в этом случае да их заводы будут работать максимально обеспечивая практически всю планету всего лишь несколько стран на 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 нашей планете а чтобы произошло если бы странно третьего мира стали производить свои памперсы свои джилеты свои сниггерсы и кока-колы они стали бы производить свои лекарства свою строительную технику естественно в рамках конкуренции капиталистический мир который делится на вот эти уровни передовых капиталистических стран или компрадорской буржуазии капитализма колониального капитализма как это в россии сегодня происходит они позволят это сделать понимаете в рамках на их парадигмы они купят наше правительство я не знаю оранжевые революции устроит если их интересам будет что-то мешать это закон рынка для них это просто вложение для них это просто траты чтобы потом они окупились прибыли у них все посчитано сколько людей сколько возможности потребительского рынка сколько объема значит средств у населения они просчитают это и понимают сколько они могут вложить в какой срок у них все это дело окупится поэтому говорить о том почему там выгодно слушаем потому что их капитализм развился и подчинил под себя все остальное население планеты и говорить о том что наша вот российская власть сегодня получила суверенитет как это там заявляет президент путин да что мы тут вот значит под флагом под триколором получили значит самостоятельность а в каких сферах мы его получили мы что можем сами произвести компьютер телефон чипы процессоры мы что можем сами сделать лекарства может быть 70 процентов которых мы вынуждены завозить из рубежа мы что можем называть себя суверенными если мы не обеспечиваем лекарствами от рака собственное население какой-то суверенитет мы стоим с протянутой рукой и просим в три дорога продайте пожалуйста мы 80 процентов продукции легкой промышленности потребляем и коляски и кофемолки сами не призываем какой суверенитет может быть поэтому это иллюзия да это красивые разговоры в реальности это произошло если бы правительство взяло национально-ориентированный курс и развивала реальный сектор промышленности производства и вкладывалась создание инновационных рабочих мест и закупала оттуда не под продукцию а закупала оттуда по оборудование станки производства там покупал вот это был бы суверенитет а сейчас мы сидим на нефтяной игле являемся страной бензоколонкой и при этом говорим о том какие мы великие какие мы могучие поэтому разговор о том почему в россии такой капитализм то что мировая капиталистическая система устроена именно так мировая капиталистическая система разделила рынок труда на планете и отдельные отдельные страны стали фабриками отдельные бензоколонками отдельный что-то там я не знаю специфическая специфическая узко там промышленное там какие-то свои направления это их прерогатива а у нас с вами вот лес рубить сибири сибирь вырубать тайгу и выкачивать из земли невосполнимые источники энергии но в тот момент когда россия по примеру советского союза сама будет производить все что ей нужно я вас уверяю результат будет совершенно другой там на западе будет будет потеря рынков там в экономически развитых странах будут не нужны такие объемы продукции которые они производят и они будут вынуждены сокращать работников они будут вынуждены получать эти выпадающие доходы в бюджет тоже прибыли будут снижаться и налогов бюджета будут платиться меньше вот тогда конечно будет максимально сложная ситуация еще очень важно в конце когда вы говорите это тоже нужно говорить это тоже очень важный момент что на западе как вы сказали экономика процветает кризис который в том числе западные цивилизации мировой капитализм смог на время отсрочить на наших глазах имеет побочные эффекты каждый может его оценить они производят машина у людей нету денег купить эти машины потому что их производят настолько много производительность труда выросла настолько серьезно что и телефон и компьютер а у людей денег нет на это и все берется кредит если бы не было кредита все эти значит склады и все эти там площадки для продукции они были бы переполнены хотя у населения есть такая потребность и они сказали выберите но в долг и вот это кредитная вот этот объем кредитной массы кредитный пузырь он растет он увеличивается в геометрической прогрессии а вместе с вот с этим повальной выдачи кредита выяснять что весомая часть не может за них платить вот последнее исследование которое нам российская власть зарядила у нас четверть трудоспособного населения не может отвечать по финансовым обязательствам не чем платить за кредиты это во что вылиться это вылиться в то что на денег власть будет систем будет собирать все меньше и меньше а обязанности их никто не отменял эти обязанности и это вылиться в финансовый кризис это вылиться в кризис перепроизводства это вылиться в То, что не будут давать людям в долг, они даже не смогут, как сегодня, в этот долг, в этот кредит посидеть, потерпеть у себя дома. А отвечать перед обязательствами нужно. Их выгонят из квартиры, и у них заберут дома. Человечество видело такие страшные истории, они никуда не делись, они просто отсрочились.